Я родился где озеро Сиван, самое высокогорное озеро. На берегу, прямо 2 километра село. Нижний Киташин. Он родился в Армении, но жизнь распорядилась так, что у него оказалось две родины. Это моя родина, я люблю ее очень, очень люблю. Хачик Мерзикян – очередной герой программы «Новые белорусы». Моя афганская форма с медалями. Ой, красавец, формочка. Я боялся, боялся, понимаете, в прямом смысле. Я где-то недели две вот так вот помучался, они уговорили меня и пошел на засаду ночные. С пулемета. У каждого нашего героя своя непростая история. Свои испытания. Много раз было, чуть Бога душу не отдал. И свои радости. Меня все любили, уважали. Потому что я всем помогал. Свои проблемы, личный опыт и собственный рецепт большого человеческого счастья. Вот моя счастье сидит. Жена моя. Раз, два, три, четыре. Выше руки и плечи шире. Дай Боже, что все вам новое вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просит. По-кавказски пьем за любовь. Ухи наварить, шашлыки делать. Например, я все равно с друзьями. У нас долма. Как голубцы белорусские называются. Долма. Иногда делаю. Только не так, как дома на родине. Так не получается у меня. Хачик Мерзикян уехал из родных мест не только давно, но и довольно далеко. С его родным поселком, что на берегу озера Сиван, сейчас его разделяют больше 1700 километров. Сиван – самое большое и одно из красивейших озер Кавказа. Его второе название – Пресное море. А еще это озеро считают чудом природы, соседствующим с небом. Расположен Сиван в горах на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Максимальная глубина – 80 метров. Вода его славится и чистотой, и прозрачностью. Ведь по преданию, из него пили только звезды и боги. Родился в 50-м году, 6 января. Это день Иисуса Христа. Он тоже тогда родился. Бабушка меня назвала Хачиком. Мое имя – Хачик по-армянски, а по-русски – Крестик. Армяне, армяне, христиане и православные – христиане. Первый в мире народ, который принял христианство подальства. Первый в мире после Иисуса Христа. Вот иногда меня спрашивают, ты мусульманин или православный? Я говорю, христианин настоящий, христианин нет. Так получилось, что его воспитанием занималась бабушка по линии отца. Вторая же бабушка, напротив, внука не признала и разлучила его с матерью, когда он еще был младенцем. Отец служил в армии в Ленинграде. Вот приехал отец, развели. И она взяла, забрала ее и выдала замуж. А я остался с бабушкой. С восьми месяцев у меня она вырастила. Ты практически не знал, что это у меня мать есть или нет. У меня бабушка выразила, я думаю, это она моя мать. Я вспоминаю, как мы с бабушкой работали, трудились с коров, держали две корови, 15 овец с бараном вдвоем. Не голодали, одним словом. Вечером приходит, она меня блини вот этой вот, с этой ржаной муки. Ведро без дна. Туда кидает козяки-дяки, запаливает, жарит. А я наяриваюсь. Она не успевала жарить. Вкусно было очень. После того, как бабушка умерла, парня вскоре призвали в армию. Распределили в Беларусь, в Брестскую область, в город Береза. Отслужил, говорит, положенные два года, но страна, которую он теперь называет настоящей Родиной, не отпустила. У меня мечта была еще со школьной скамьи быть военным. Все. Училище не поступил, потому что доктор не допустил. Ну, говорю, все равно, я останусь там служить. Ну, я остался с веществом, с контрактами. Там же, в Березе, мужчина первый раз женился. Но в отношениях разочаровался настолько, что даже направление на службу в Афганистан принял, не задумываясь. На протяжении десяти лет война в Афганистане не сходила с новостных лент советского ТВ. Моя афганская форма с медалями. Ой, красавец, формочка. Свой китель с медалями и орденами Хачик Мерзикян одевает часто. В Афганистане форма была красивая и свободная. Почему? Потому что я молодым еще был. А сейчас уже возраст не позволяет одевать, как туго стала вообще форма. Но все равно это мое родное. Буду носить всю жизнь, пока живу. Бывших афганцев, как говорится, не бывает. Он им стал 83-м. Он получил два года непростого опыта и испытаний. Это красная звезда в Афганистане получил. И за боевые заслуги. А это наша белорусская, знак почета высшей степени. Я попал туда, 33 года у меня было. Возраст Иисуса Христа. А я боялся, боялся, понимаете? В прямом смысле. Я где-то недели две вот так вот помучался. Они уговорили меня. И пошел на засаду ночные. С пулемета. Много раз было, чуть Бога душу не отдал. Началась обстрел дивизии. Душмани, минометы. Минами фосфорные, зажигательные. В Афганистане я тут ничего не был. На вертолеты, на самолетах, пешком и так далее, и так далее. 4000 высотой на горе высадят. На одном колесе вертолет стоит. И там и чих-чих-чих, и слезли, и пошли дальше. Я побыл там, побыл там. Мне это был жизненный урок. Я до Афганистана был такой вот, хлопик такой был. В мирной жизни мужчина тоже состоялся. Его новая история началась с выходом на пенсию. Для военнослужащих она наступает гораздо раньше, чем для гражданских. В 89-м мужчина познакомился с белорусской Светланой. Познакомился, полюбил я ее еще. Счастливый семейный очаг уже, правда, в Гомельской области охраняют белые лебеди. Дизайн со смыслом придумал и воссоздал сам. Символика такая, они самые верные друг другу, понимаете. Они любят друг друга, они без друг друга не могут. Со своей любимой женой Светланой мужчина живет уже 40 лет. Ну, бывает иногда и грыземся, это не бывает, что спокойно жить. Так неинтересно. Но спокойной жизнью армяно-белорусскую семью судьба радовала нечасто. В лихие 90-е родственники уговорили уехать жить в Украину. Я нашел брата своего, двоюродного брата. На Украине. И по глупости поперли туда, на Украине жить. Ну, тогда уже началась завируха. Поработал у брата, деньги зарабатывал, купил холупу, такой вот домик. Однако русскоязычным гостям в тех местах особо не были рады. Ну, и начал я делать все, чтобы дом построить. Потом смотрю, что отношение к нам совсем другое. Говорю, давай, Светка, продадим все, да уедем отсюда. Мы увидим на родину. Я, это родина моя. Это настоящая родина. Потому что с 18 лет она меня кормила, до сих пор кормит. Это моя родина, я люблю ее очень, очень люблю. Гражданство у меня настоящее. И друзей море, и куча здесь вообще друзей у меня. Ого, особенно в Гомельской области. Здесь красота у нас, в Беларуси вообще жить. Все, все любят. Кто приезжает сюда, побывает. Вот даже с Молдавии друзья мои, афганцы. Кстати, своих друзей-афганцев мужчина не забывает, как, собственно, и они его. Но тут еще и с легкой руки жены Светланы началась активная гастрольная деятельность. Она меня сама, эту дорогу открыла, вот шоу, фестиваль ездим, я пою. В доме бывшего афганца много тематических статуэток. Всевозможные призы и награды привозил из разных концертов и фестивалей, посвященных ветеранам-афганцам. А на Жлобинском фестивале «Время выбрало нас» Хачкин-Разикян всегда почетный гость. Вот за эту песню я гран-при получил. Все они, конечно, славы не искали, В двадцать лет хотелось им рассе встречать. Но по ним хлистали, и свинцом и стаю, Этого не стоит забывать. И он не забывает, с 94-го года возглавляет местную организацию ветеранов-афганцев. Говорит, друзей, которых когда-то нашел там, в Афгане, никто не заменит, потому как такие никогда не подведут и не предадут. Вот песня про друзей, еще один хит из его концертного репертуара. Пока мы вместе так прекрасно жить, И мы порой чужих не видим бед, И поздно говорить не может быть, Когда уже кого-то с нами нет. За стеклом в шкафу фото самых близких и родных. От двух браков у мужчины трое детей и много внуков. Семь или восемь я не посчитал. Самый главный секрет жизни, говорит, это относиться к ней с юмором. Какие бы серьезные ситуации она не подбрасывала. Жена Светланы эту философию жизни полностью разделяет. Уверена, иногда с мужем и поругаться не грех. Но так, не всерьез, чтобы скучно не было. Счастье это, вот моя счастье сидит, жена моя. Вот здесь хорошо, прекрасно. Хорошие люди, добродушные. Можно и ругаться, можно и помириться. Что ты хочешь от меня? Как у нее, так и говорю, Господи. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грушу один. Жена Светлана, кстати, сниматься в программе долго не решалась. Стеснялась, потом согласилась, потом передумала. В общем, все как у настоящих женщин. Мужчина говорит, все жизненные сложности учили его главному ценить эту жизнь. А секрет настоящего счастья еще давно изложили в песнях. Вот с песнями по жизни и идут.